Президент России Владимир Путин исключил Сергея Шойгу из президентского совета по развитию спорта. Естественно, люди реагируют на это по-разному. И есть версия, что это может быть связано с тем, что больше Шойгу не является влиятельным государственным деятелем. Однако разве нелогично все-таки связать это в первую очередь с должностью Сергея Шойгу? Он был министром обороны, а затем стал секретарем Совета безопасности. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Николай Николаевич Недавно президент России Владимир Путин исключил из состава Совета при главе государства по развитию физической культуры и спорта секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Некоторые люди предполагают, что ситуация для Шойгу из-за этого ухудшается. Ведь ранее он был одним из самых популярных государственных деятелей России. Почему, с вашей точки зрения, Владимир Путин исключил Шойгу из Президентского Совета по спорту? Ну, я хочу сказать, что вот эти все разговоры там, вот Шойгу там, значит, перевели из Минобороны, там, Совет Безопасности его повысили. Потому что Совет Безопасности – это орган при президенте, которому отдельные министры, ну, вот, как, скажем, сам же Шойгу в качестве министра обороны, они, в общем, как бы подчинялись, да. То есть, секретарь Совета безопасности – это тот, кто курирует не только военную политику, вот как министр обороны, а вообще как Совет Безопасности, да, и антитеррористическую, и органы внутренних дел, и все что угодно. То есть, по сути дела, это орган, который формулирует для президента политику России вот во всех этих областях, понимаете. Так что, ну, и совсем смехотворно звучит утверждение, что вот там Шойгу вывели там из Совета по развитию физкультуры и спорта. Ну, тут понятно, у нас полно всяких дуроблогеров, которые там начинают вот этот там знак того, знак сего. Странно, что еще астрологов просто вот не привлекает, да, чтобы узнать, в какой день было принято это решение, там, в день Овна, там, в созвездии Марса, или как, в доме Марса, что там называют. Ларчик просто открывается. Смотрите, почему Шойгу входил в этот вот Совет Президенте, там, по развитию физкультуры, спорта. Ну, это очень легко понять. Шойгу был министр обороны, да. Что такое министр обороны? Это ЦСКА. Ну, уж я не знаю, кто не знает у нас, что такое ЦСКА, да. Центральный спортивный клуб армии, причем, ну, это не только ведь футбол-то, правильно? Ну, с чем, может быть, многие знакомы, с футбольной командой высшей лиги, ЦСКА, еще там, с советских времен. Это был спортивный клуб армии. Так ЦСКА, она не только в футболе, она во всех, собственно говоря, отраслях. Помните вот эту красавицу, так называемую Синбаеву, да, проигонию в шестом, которая у нас Конституцию новую разрабатывала, причем даже сказала, что она ее впервые прочла, там, да, когда ее попросили поменять ее. Потом она свалила на Канарские острова, и как началось СВО, она тут же заявила, она кто? Она майор была армии, потому что она была вот в клубе ЦСКА. И тут она начала, помните, там, да я не, это так, это фиктивно, да я вообще к армии не имею никакого отношения. Ну, или раньше, предположим, вот если кто советского поколения, вот, ну, ЦСКА была сильнейшая, там, хоккейная команда у нас все время, да, на ее основе формировалась сборная СССР. И сам Тихонов, легендарный тренер этой сборной, он был тренером ЦСКА долгое время. Так там все хоккеисты, они имели воинские звания, ну, тогда еще советская армия, да. Ну, поэтому Шойгутов ходил в этот вот совет именно как, так сказать, руководитель ведомства. Ну, вот Динамо, раньше это было МВД, например, в основном, да, ну, и так далее. Вот как бы раньше в советское время каждыми клубами там кто-то, в общем, заведовал, что ли, так можно сказать. Поэтому сейчас Шойгу перестал просто тупо быть министром обороны и за ЦСКА больше не отвечает. Поэтому я думаю, что сейчас в этот вот совет, там, по физкультуре, спорту войдет, конечно, просто новый министр обороны по должности. Потому что он в своем ведомстве, министр обороны, будет курировать вот эту вот огромную спортивную машину под названием ЦСКА. Вот и все. Ну, конечно, можно накрутить, что здесь Билл Гейтс замешан, там, всплывшие Атлантиды, какие-нибудь Рокфеллеры, там, еще кто-то и прочее. Кстати, я хочу вот еще что заметить. Помните вот этих всех диванных красавцев, которые вслед за одним, там, поваром, скажем так, орали, там, Шойгу, Герасимов, там, где снаряды, вы чего ни хрена, ничего не делаете, все развалено, там. Ну, смотрите, наступление-то идет долго, да, и ни Шойгу, ни Герасимов теперь вроде не склоняются, там, в каких-то, так сказать, отрицательных величинах, так бы я сказал. Поэтому, ну, 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 хорошо, давайте обсуждать эти самые жареные новости, которые прекрасны, за одним исключением, что они к новостям не имеют никакого отношения. Продолжение следует...